Doom уже не тот. It's Software нынешний не имеет ничего общего с тем самым It's Software. Второй Doom не переплюнуть. Ой, эта Bethesda портит всё, к чему прикасается. Знакомые фразы. Doom — это серия, которая сразу родилась шедевром. И не только потому, что это классный мясной шутер. Феномен Doom'а растёт из обстоятельств своего времени. Джон Кармак написал просто невероятный движок для 93-го года, а Джон Ромеро нарисовал самых страшных монстров, самую кровавую графику. Эти ребята фактически создали жанр шутеров. Они долгое время развивали его и шли впереди остальных. Преимущественно потому, что остальные шутеры делались тогда только на движке Кармака. Каждая новая игра была не только развлечением для геймеров, но и как раз-таки демонстрацией нового движка. Продажа лицензии на которой, кстати, приносила It's Software миллионы. Из-за добавленного в игру мультиплеера в университетах образовывались нелегальные игровые клубы. Люди тащили свои компы на огромные расстояния, пропускали учёбу и работу, разводились с жёнами, чтобы только играть в Doom. Старый добрый Doom, он никуда не денется, но нужно понимать, что ни один шутер уже не повторит его успех. И рассуждать, какой Doom лучше, просто не имеет смысла. Ответ очевиден. Тем не менее, не сравнивать их совсем, ну никак не получится. Но разве это значит, что Doom нужно закрыть раз и навсегда? В этом ролике я постараюсь максимально абстрагироваться от всего и рассмотреть новый Doom как совершенно отдельную игру, лишь с небольшой оглядкой на прошлое серии и на то, что для неё хорошо, а что плохо. И всё-таки эта игра носит гордое имя Doom. А значит, в ней должны быть адские создания, непрерывное движение ради выживания, много пушек и чтоб кровь и мясо по колено. И желательно бессмысленное и беспощадное мясо. Носиться с мыслью о том, что ты в полном дерьме и не факт, что тебе удастся вытащить отсюда свою раскалённую задницу. Игра ради игры. Но как только я его запустил... И знаете что? Я посмотрел десяток роликов про Doom. И все как один хвалят начало игры. Мол, герой просыпается, крошит черепушку монстров, встаёт и вот вы уже в игре без лишних слов и сюжета. И типа как, тема закрыта. Как-то простенько вы все купились на этот трюк. А что получается на деле? Убили три монстра и начинается сцена с голограммами. А дверь заперта. Потом вроде бы вот оно началось. Настоящая заварушка. Но нет. Разговоры и увлекательная поездка на лифте. Ну хоть музычка бодрит. Дальше герой выходит на поверхность Марса. Огромная карта. Очень мало противников. Патроны для дробовика заканчиваются моментально. И вот это Doom? Игра, в которой можно отсиживаться повыше и медленно отстреливать монстров из пистолета? Что тут ещё? Залезаем на выступы? Ммм, клёво. Иными словами, первых уровня 3 я был настроен, ну, очень скептически. Не нравилось практически всё. Карта, от которой глаза сломаешь. Простецкие ответвления, которые тут именуются секретами. Прокачка всего и вся притянутая за уши. Знаете, из разряда в начале игры тебе будет сложно не потому, что мы всё продумали до мелочей, а потому что здоровье не прокачано, пушка тоже, патронов много не унесёшь, короче, страдай. Добивания эти... Ты не можешь выбрать, делать их или не делать. Тебе необходимо. Потому что здоровья, повторюсь, мало. Один неверный шаг, и ты при смерти. И Глори Килл это зачастую единственный способ пополнить здоровье. Тихо! Тихо, тихо, тихо. Не надо камни в монитор кидать, разобьётся же. Рассказываю, что было дальше. Просидел я, значит, с недовольной рожей уровня 3 и просто как будто провалился куда-то. Я забыл про все проблемы. Про исследование карты, про собирание пауэрапов. Текстуры, правда, тоже разок провалился. Но я о том, что вдруг мне стали совершенно не нужны все эти миссии, прокачка и сюжет. Вот же, вот оно мясо! Ой, это не мясо. Не та рука. Вот это! Мясо. Ребята, это лучший дум для нашего времени. Можете забыть всё, что я говорил до этого. Да, особенно привередливым придётся потерпеть пару первых уровней, потратить время на то, чтобы разобраться во всех свистоперделках, которые напихали в игру. Но это действительно то самое кровавое месиво, которое все так долго ждали. Стоять на месте нельзя ни секунды. Пушки нужно менять постоянно, привыкать к многоуровневым картам, где уже не всегда удастся спрятаться за стенкой и перевести дыхание. И тем более сохраниться. Твари лезут отовсюду, прыгают, летают, цепляются за стены. Разработчикам, конечно, пришлось считаться с новыми жанровыми законами шутеров. Но они это сделали изящно и красиво. Хорошо, что здоровье не восстанавливается само собой. Хорошо, что нельзя сохраняться в любой момент. И когда вы немножко прокачаете героя, становится понятно, зачем были добавлены красивые добивания. Они перестают быть назойливыми, и начинается уже холодный расчет здоровья и пополнение его в критической ситуации. Спереди, сзади, сбоку, сверху, да хоть за ногу хватайте гадов и засовывайте эту самую ногу им в любые неожиданные места. Кончились патроны? Не беда, бензопила решает этот вопрос моментально. Про сюжеты говорить-то не хочется. Даже ваш персонаж откровенно кладет на него болт. Да, прямо вот так. Но сюжет как бы есть. Хотя вы ничего не потеряете, если пропустите все диалоги мимо ушей. Тут нельзя не оценить юмор разработчиков. Сюжет первого Дума был коротко написан в инструкции к игре, которую вообще мало кто читал. Многие игроки до сих пор думают, что дело там происходит в аду, и никак иначе. На самом же деле всё происходит на Марсе, куда Думгай был отправлен для того, чтобы разобраться с последствиями экспериментов по путешествиям между измерениями. Да и это только завязка. А что там по ходу игры происходит, додумывайте сами. И совершенно не странно, что многие решили, что они в аду. Обстановка, монстры, намёки в самой игре. В Новом Думе, по сути, тот же самый сюжет, но дополненный и переосмысленный. Дело по-прежнему происходит на Марсе, но в какой-то момент вас просто без лишних раздумий берут и телепортируют прямо в ад. Тут не нужна логика, тут ни при чём религия, чувак, ты в сратом аду, по колено в дерьме, вылезай как хочешь. И важно понимать, что в аду ты не потому, что вокруг тематическая локация, а потому, что тебе здесь пиздец. А теперь отвлечёмся от прекрасного месива и разберём прокачку по кусочкам. Нужна ли она вообще в этой игре? Что касается основных параметров, я так и остался при своём мнении. Качать здоровье, броню и патроны совершенно излишне. Это добавляет только ненужную сложность. Не игровой челлендж, а просто лишний геморрой. Искать капсулы прокачки всё равно неинтересно, разложены они, как правило, в совершенно очевидных местах. Достаточно было бы сделать 100 хп и 100 брони в начале, а где-нибудь в середине сюжетный апгрейд до двух сотен. Как это было с двойным прыжком. А с патронами вообще не выпендриваться, а грамотно ограничивать их разброс по карте. Что касается собирания всех этих капсул, дронов и игрушечных солдатиков на уровне, это всё реализовано невероятно скучно. Забудьте про поиск секретов. Достаточно пройти рядом с таким предметом, и он уже появляется на карте. Остаётся только отыскать нужный проход. Хотя вру, есть и настоящие секреты. В них вы ничего полезного для игры не найдёте, зато получите инъекцию крепкой такой 40-градусной ностальгии. Прокачка самой брони Думгая ещё как-то оправдана. Можно улучшить резист к взрывам, или увеличить скорость залезания на уступы. Но вот вкачивание сканирования территории, например, окончательно убивает интерес к секретным местам. Все предметы появляются на карте автоматически. Хорошо зашли апгрейды оружия. Его и так довольно много в игре, но вдобавок можно выбирать одну из двух модификаций и прокачивать её сначала специальными очками, а потом исключительно своим скиллом. Вот это круто! Можете даже обе модификации купить и менять в любой удобный момент. Очки для прокачки оружия дают за всё подряд. Открытие карты, убийство врагов, дополнительные челленджи. Хотите заморачивайтесь, хотите нет. Даже если не обращать на них внимания, вы накопите достаточно очков, чтобы прокачать 2-3 модификации для любимых пушек полностью. И этого вам хватит. Дополнительный интерес представляют руны. Эти мини-челленджи телепортируют на отдельную маленькую карту и дают особое задание. Вроде убить десяток монстров с дробовиком за очень короткое время, причём двигаться можно только 4 секунды после убийства, завязанными глазами и подвешенным вниз головой. Проходятся они без особых напрягов, да и находятся на карте легко. К концу игры я только одну руну не нашёл и только одну не смог осилить за 5 минут. Дропнул, потому что слишком хотелось вернуться к основной игре. А нужны руны для ещё большего разнообразия. Экипируйте 3 наиболее полезные и получаете бонус. Например, после добивания начинают высыпаться не только лечилки, но и броня. А при должном использовании руны тоже прокачиваются. Вот в целом классно замутили прокачку, но как-то перебор! Вам не кажется? По крайней мере, самый лучший уровень в Думе это там, где хочется забыть обо всём и просто отстреливать адских мразей направо и налево. До того надоело это поколение шутанов с перекатыванием и стрельбой из-за укрытий, что динамического крошилова уже достаточно. Вот и задаёшься вопросом, а нужна ли была здесь такая замороченная система апгрейдов? Не очень мне понравилось появление монстров. Чаще всего они не находятся на уровне. Их телепортируют к игроку прямо у него на глазах. Из-за этого теряется атмосфера комнаты коридоров, которые раньше были заранее населены всей этой нечистью. Можно было бежать и думать, где у них тут типа сортира, а где обеденная комната. Это я образно. Куда атмосфернее думать, что монстры тут хозяйничают уже не первый день. Всё разломали и измазали фекалиями, чем встречать их из телепортов. Уровней всего лишь 13, но это скудное количество легко компенсирует их размеры. Карты здоровенные. Боссы появляются только к концу игры, и хотелось, чтобы их было больше, но схватки с ними выполнены достойно. Оставаться один на один с такими хреновинами неподдельно страшно. Спорный момент с аренами боссов. Они плоские и закрытые. Нигде не спрячешься. В думе игрок по-прежнему может развлекать самого себя. Планировать наиболее эффективное перемещение по карте. Беречь у четверителя урона до последнего. Найти пауэрап берсерка и разнести всех голыми руками. Сюжет даже в самом конце не выходит на передний план. Отдышаться после финального босса не успеете, как пойдут титры. Титры отдельное произведение искусства. Только ради них нужно игру пройти. Ладно, не буду же я вам самое интересное в концовке спойлерить. Я был бы счастлив, если бы прокачку не отнимали. И дальше челлендж был бы как в лохматые времена, только в силе и количестве монстров. Типа как в Диабло, но с пределом в прокачке. То есть, дособирал всё при втором прохождении и не занимаешься этим с самого начала по второму или третьему кругу. Я по привычке играл на приставке и впервые за много лет пожалел. Это очень динамичная игра, где важно каждое движение. Это игра, которая забирает тебя целиком. Не важно, что тебе поставили двойку в школе, достала работа, жена уходит к любовнику или нет покоя от детей. Ты в аду. Рубит мощное музло и только от твоего скилла, от твоей реакции зависит во сколько ты сегодня ляжешь спать. И плевать, что будет завтра. В Думе есть всё, что нужно. Дум приготовлен по проверенному рецепту. В Дум удался. В Дум очень вкусно играть. Спасибо, что посмотрели мой обзор. К сожалению, он затянулся, потому что Дум блогерам и прессе в этот раз выдали не до релиза, а вместе с общим выходом игры. Сообщалось, что это из-за того, что мультиплеер ещё не был запущен, но мне кажется, всё-таки издатель немножко боялся плохих оценок и зря боялся. Та же история и с черепашками, на которые я тоже хотел сделать обзор заранее, но вот буду садиться за него только сейчас. С Uncharted я не успел из-за того, что отдыхал в Сочи, но ладно, его я прохожу на стримах, не стал делать обзор. Скоро закончится эта весна, этот май безумный, где очень много крутых новых игр и, конечно же, я вернусь к стареньким играм. Не переживайте, летом это обязательно будет, летом всегда затишье по новым играм. А ещё у меня появился ключ на Дум для Стима и всё-таки у меня он уже есть на PlayStation 4. Несмотря на то, что я хотел бы поиграть на компе, я подумал, что мне всё-таки будет слишком жирно и лучше я его разыграю. Условия участия в розыгрыше, как всегда, одни и те же. Ставите лайк этому видео, подписывайтесь на этот канал, если ещё не подписаны, и делайте репост с этим видео из нашей группы ВКонтакте. Все подробности будут в описании ролика. Спасибо за внимание. Пока. Таким образом, к 10 уровню накапливается безумное количество вариантов развития вашего персонажа. Какой набор улучшений выбрать, зависит уже от вашего мастерства и умения адаптироваться к ситуации на поле боя. Управление в игре зависит от...